Добрый день, зрители нашего канала! Сегодня мы поговорим о том, что я пытаюсь донести до вас. Это самозащита в каких-то экстремальных ситуациях. То есть концепция, это наш взгляд на то, как нужно себя вести в какой-то экстремальной ситуации. Будь то физическое нападение, будь то вербальное нападение, будь то какая-то экстремальная ситуация на улице, где-то в подвижном транспорте и так далее. Или же экстремальные ситуации, которыми подвержен сейчас весь мир. То есть это техногенные, природные. И как использовать то, что есть и наработки человечества для своей защиты. Вот чем отличается эта концепция в управлении ситуациями, которую я до вас доношу. Вот когда люди смотрят, а мы что-то показываем с колюще-режущим оружием, то всегда говорят, вы будете убиты, вы будете порезаны, что вы показываете все это ерунда, вот вы хотя бы участвовали в ножевых боях и так далее. Еще раз вам хочу сказать, ножевые бои это спорт, где люди не получают никакого контакта настоящим оружием, которое подрежет руки, ноги, проколит корпус, лицо, шею и так далее. Потому что после первого контакта может все закончиться. Вы не знаете, как вы отреагируете на этот болевой шок, даже на то, как вы собираетесь с ним заниматься ножевым боем. У вас не будет этого времени, тем более, что вы и говорите, что подойдет сзади из-за спины, сразу ударит и так далее. Какой тут ножевой бой? Это жизнь. Мы показываем вам жизнь и показываем, как нарабатывать. Не надо путать одно с другим. Еще часто, насмотревшись фильмов, люди говорят, да я там, если он там что-то вытащит, я там схвачу что-нибудь и буду с ним драться. А если ничего нет? У вас только ваше тело, ваше сознание и ваша воля себя защитить. Тем более, если кто-то за вами стоит, которого вы должны защитить. Даже, будем так героические такие слова говорить, даже посредством причинения себе какого-то вреда. Я знаю, что если будет нож, а у меня в руках ничего не будет, то я буду порезан. Но надо стремиться к тому, чтобы порезали такие части, которые бы не были жизненно важными. То есть, это внутренняя сторона ваших предплечий, внутренняя сторона ваших ног и так далее. Ну и не воткнулось куда-нибудь там в глаз, в шею. А что-то, да, если руки не защищены, может быть подрезано. Вот здесь потечет кровь, тут кожа будет срезана и так далее. Если вы к этому не готовы, то это одно. А если вы защищаете кого-то там, детей своих, стариков, женщин, то даже какая-то мелкая травма, там что-то потекло, дальше вы будете работать. Бежать некуда. Как раньше говорили, за нами Москва, за нами наши родственники. Они на нас надеются. Но иногда в фильмах вот показывают преступник с оружием, а у вас есть огнестрельное оружие. Оно есть. Что за сал? Давай один на один. О! Вот такое часто бывает. Без оружия. И как бы кладет или бросает на пол. Только ты или я. Ты мужик или не мужик? И тут вдруг, в человеке, к которому обращается, боевой дух, он кладет оружие. А в этот момент у него или второй нож, или он подхватывает свой нож, или кто-то еще подбегает. И начинается вот такая дурная драка, похожая на спорт. Какой спорт, когда вас хотели убить? И это не задержание силовое, которое должны делать силовики. Если вы силовик, а у вас есть огнестрельное оружие, да, то когда вам что-то там предлагают, вы должны работать по прописанному своему сценарию, который есть у вас. То есть выстрел вверх. Бросьте оружие или буду применять на поражение. Если он не кладет оружие, то, естественно, нежелательно стрелять ему в грудь, в лицо, стреляют в ногу. После этого вся прыть у человека пропадает. Он падает, кричит, подходите, забираете нож. А вообще, если так рассматривать жизненные ситуации, то посмотрите вот такой небольшой сюжет, который более подходит к жизненной ситуации. Вот одном из фильмов было показано, как человек, который там владел палашом, шашкой, начинал вертеть и как бы показывать, что он сейчас порубит на часть. И что сделал второй? Спокойно выстрелил ему в лоб и пошел. Но это, грубо говоря, показано на Диком Западе. Но может быть ситуации и такие. Если машут каким-то оружием и не собирается его складывать, а вы видите, что здесь еще и группа, то возможно применение огнестрельного оружия на поражение. Как правило, у людей, которые работают в социуме, холодного оружия нет. Есть огнестрельное и дробящее, то есть какие-то дубинки. Нам с вами, как людям чисто гражданским, если есть у вас газовое оружие, травматическое оружие, то вы можете его применять так, как я сказал, предварительно выстрелив, предупредив, и дальше уже на поражение, стреляя по ногам, стреляя в большие площади, чтобы не промазать. Потому что вы не снайпер, будете целиться куда-то в руку с оружием, там в лицо, вы не попадете. Вот такой короткий сюжет о том, что жизнь отличается от кино и жизнь отличается от спорта. Не надо соревноваться с человеком, который вызывает вас, ну грубо говоря, есть в народе такое понятие «на слабо». А ты мужик или не мужик, отложи свое оружие, давай на кулаках, а давай один на один, а давай выйдем. Думайте, что может произойти после того. Да еще и как выходить впереди него, сзади него, отслеживать всю обстановку и так далее. Вот это и есть концепция управления различными экстремальными ситуациями. Не сопротивление, не подавление, а управление. Еще раз, развитие своего мозга для действий адекватных и безопасных в экстремальных ситуациях. На этом все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, записывайтесь на индивидуальные занятия. Пишите нам, присылайте свое видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok